Вы совершаете одни и те же ошибки в акриле. Акрил сейчас очень популярен, это относительно новая техника живописи, и мы все им пользуемся с вами. Где его можно применить? Да практически везде. Можно написать картину, которую не отличить от масляной живописи. Вы можете раскрасить акриловыми красками свою джинсовку или майку, или расписать даже стены в вашей комнате. Но акрил не так прост, как кажется. И какие ошибки вы совершаете и как их избежать, я расскажу в этом видео. Досматривайте этот ролик до конца, и я вам расскажу три лайфхака, как приятно и удобно работать с акрилом. Первое это кисти с натуральным ворсом. Акрил это та техника, которая очень беспощадно относится к кистям, особенно если вы их вовремя не помоете, и кисти из натурального ворса. Например, если это белочка, колонок или пони, теми, которыми вы привыкли работать с акварельными красками, их лучше всего отложить и для акрила не использовать. Для акрила мы берем с вами либо синтетические кисти, либо щетину, либо вообще можно использовать мастихин. Мастихин это специальная лопаточка, которая кладет краску, ну, практически как вот мы можем намазывать масло на хлеб, либо что-то еще. И получается такой пастозный густой слой. Если вы представляете абстрактные картины, интерьерные с крупными мазками, вот они, как правило, все написаны мастихином, либо очень широкими толстыми кисточками и щетиной. Вторая ошибка, она происходит из первой. Кисти нам сразу нужно мыть, какие бы мы не использовали. Потому что акрил это полимер, в котором находится вода, то есть это полимерная краска. Когда она засыхает и вода испаряется, то кисточка, ее щетина покрывается пленкой. Эта пленка превращается в пластик. Поэтому можно так сказать, что любая цель акриловой краски стать пластиком, очень твердым, очень жестким. И если вовремя не помыть кисть и не освободить ее от акрила, то кисточка будет повреждена. И потом таким как будто резиновым слоем с пленочкой вы будете счищать эту краску. Наверняка у вас в детстве были такие задервеневшие кисточки, которыми можно было сделать все, что угодно, только не рисовать. Если у вас были такие кисти, ставь лайк. Третье, это правильная основа, то, на чем нам рисовать акриловыми красками. Поверхность, как мы уже выяснили, может быть любая. Но если все-таки нам хочется, чтобы это была картина, что мы можем с вами использовать? Это может быть специальная бумага для акрила. Почему именно специальная? Потому что на ней есть специальная пропитка, которая не позволяет акриловым краскам очень глубоко проникать в слой бумаги. Краска остается сверху, соответственно, вы видите яркий насыщенный цвет. Можно немножечко сэкономить, использовать обычный картон, но его надо загрунтовать специальным грунтом для акрила. Если мы сразу начнем на незагрунтованной поверхности рисовать акриловыми красками, то колст, точнее, незагрунтованный картон, он будет тянуть краску, и в итоге у вас уйдет очень много краски, чтобы добиться насыщенного цвета. Акрил имеет определенную консистенцию, поэтому количество воды нам нужно регулировать. Если вы хотите делать постепенное нанесение слоев с лессировками в акварельной технике, мы используем большее количество воды, чтобы краска была очень жидкая и наносилась тонким слоем. Если мы хотим добиться более густого эффекта, именно большего нанесения слоев, тогда мы используем мало воды, либо ее можно не использовать вообще. Это зависит от самих красок. Одни краски бывают сами по себе более густые у одних брендов, у других фирм они более жидкие и кажутся даже более разбавленными. Тут цена, качество, выбираем что-то среднее. Если есть возможность, можно выбрать краски, которые будут чуть выше по стоимости, в них, как правило, будет больше пигмента, а это значит, что они прослужат дольше. Акрил может выглядеть совершенно по-разному, это зависит от той поверхности, на которой он находится. Если мы берем загрунтованный картон, либо холст на картоне, вот он беленький с обратной стороны, то на нем получается вот такой довольно гладкий, прорисованный рисунок, если мы именно в технике фотореализма рисуем. Это собака с нашего курса по акриловой живописи. И можно загрунтовать обычный вот такой картон, используя белую акриловую краску, именно акриловый грунт. Получается, что в поверхность не впитывается сильно сама краска, уже цветная, и у нас идет более экономичный расход. Также вы можете использовать любые другие поверхности, например, это может быть даже газета. Есть у нас курс специальный на газете, где мы рисуем разные вкусности. Завтрак на газете он называется. И да, это обычный картон, на который наклеена газета, и с помощью акрилового грунта наносится первый слой. Акриловый грунт находится вот в таких больших баночках. Здесь уже залезали в него с какими-то цветами, с розовыми и черными. Поэтому вот такой белой основой вы покрываете изображение. В данном случае у меня это была миска с клубникой. Потом, когда газета, либо просто картон, он впитывает слой этого грунта, после него вы можете спокойно наносить акриловую краску и не бояться, что она будет очень сильно впитываться в поверхность. Также бумага для акрила, про которую мы говорили. В чем ее преимущество? Она похожа, да, на обычную бумагу. Она белая с одной и с другой стороны, но имеет специальную пропитку. И акриловая краска, она не погружается так глубоко в слои. Она находится сверху, и у вас остается яркий, насыщенный цвет. Плюс к тому, фактура гладкая. Если вам нравится именно прорисовка и фотореализм, то можно использовать для работы бумагу для акрила. Поверхность абсолютно гладенькая, и на ней можно прорисовать все до мельчайших подробностей. Если мы говорим про холст, то здесь можно зерно использовать разное. Если вам нравится более гладкая жилопись, вы используете мелкое зерно, среднее, либо крупное, если хочется добиться больше таких визуальных эффектов с помощью акрила. Вот так могут выглядеть готовые работы. Но мы сделаем сейчас с вами небольшое упражнение. Для этого нам понадобятся три разных поверхности. Здесь у меня будет обычная бумага, обычный картон и холст на картоне. То есть холст уже загрунтованный. Если вы видите вот такую белую поверхность в магазине, значит, что там уже все подготовлено для работы. Также это стаканчик с водой, салфеточки, тряпочки и, конечно, кисти. Давайте немножечко подробнее задержимся на кистях. Кисть может быть синтетическая. Вот такого плана сразу приобретайте себе несколько кистей. Пускай это будут и круглые, и плоские кисти. Они могут быть разные по размеру и диаметру. Ну, хотя бы 5-6 разных кисточек для начала. Более тонкие кисти, они пригодятся для прорисовки. Также, если нравится более фактурное, объемное написание, вы можете использовать щетину. Она более грубая, но будет создаваться вот такой интересный эффект на картине. Как эффект сухой кисти, плюс будет образовываться фактура. Давайте с обычной синтетической кистью мы сделаем небольшое упражнение. Рядом уголочек я поставлю палитру. Вы можете использовать и любую пластиковую тарелочку. Для акрила тоже можно им пользоваться. Добавим 2 акриловых краски. Одну я возьму розовую, более темную. Ну, такая она розово-сиреневая. Здесь она просто розовая называется у Брауберг. Еще одну светлую. Сама консистенция у них идет средняя. Ей уже можно рисовать. Сделаем сразу два варианта таких скетчей. Начинаем с обычной бумаги. Посмотрим, как будет на нее впитываться. Забегая вперед, я скажу сразу, что в нее будет очень хорошо впитываться акрил, потому что она не предназначена для него. Точно так же давайте мы сделаем второй эскиз на картоне. Картон тоже не загрунтованный. И он будет тоже затягивать свет. Сделаем вот такой вот небольшой градиент. Я практически воду не использую. Только для того, чтобы немножечко убрать темный цвет. И снова добавить светлый. То же самое мы делаем на холсте уже загрунтованном. Что вы сразу можете заметить, если хотя бы на двух таких поверхностях попробуете порисовать, что бумажка сразу начинает сильно впитывать акрил. Точно так же, как картон. Посмотрите, что с картоном происходит. Он уже практически забрал эту краску. Поверхность, которая у холста, она до сих пор остается глянцевая. Акрил блестит, то есть он еще не впитался в поверхность. Это значит, что больше пигмента останется наверху, и он будет более ярким. Как нам сделать более тоненькое нанесение? С плотным, понятным. Мы берем довольно много краски и пастозно вот так добавляем. Кстати, про пастозность. Если хочется более объемную живопись, для этого мы используем текстурную пасту специальную для акрила. Потому что даже если вот такие толстенькие участки у акрила оставить, вот здесь на холсте я покажу, то все равно акрил будет стремиться стать плоским. И вот этот объем, который мы здесь добавили, он будет вот так вот ложиться на участок картона и будет практически гладким. Давайте помоем кисточку и попробуем сделать акварельное нанесение с большим количеством воды. Кто там захочет использовать акрил вот таким способом акварельным, для кого-то это наоборот будет трудность и это будет считаться ошибкой. Вы попробуйте тот вариант, который вам подходит. Если хочется более тонкое нанесение, вы всегда можете добавить большое количество водички, полностью кисточку не выжимать, добавить цвет и его распределить. Это идет как легкая лессировка, очень легкое нанесение цвета. То же самое можно сделать и на холсте. Добавить две краски рядом с водичкой, нанесение становится более легкое и акрил как будто превращается в акварель. Здесь у меня сейчас один стаканчик с водой, но мы с вами учитываем, что их может быть и больше. Один для мытья кистей и второй просто, чтобы сделать кисточку более мокрой и акриловую краску сделать более жидкой. Чтобы у нас получилась красивая работа акрилом, важно, конечно, сделать правильный подготовительный рисунок, лучше достаточно подробный, чтобы потом нам было проще работать с красками. И здесь работает основное правило. Это от общего к частному. Чтобы мы с вами не рисовали, сначала мы начинаем с крупных элементов и потом понемножечку углубляемся к самым мелочам. Если вы хотите присоединиться к нам на мастер-классы, начать рисовать, обучиться технике карандашной графики и не только, то обязательно переходите по ссылочке и мы будем ждать вас на наших уроках. Из-за свойств акрила, из-за того, что он так быстро засыхает, как только из него начинает испаряться вода, следите, пожалуйста, чтобы ваши краски были всегда плотно закрыты, чтобы тубы были закручены, крышки были закрыты. Иначе через некоторое время вы просто его откроете и там уже краску будет невозможно достать, потому что она окаменеет. Наверняка, кто рисовал акрилом, замечали, что по прошествии времени краска засыхает, особенно если ее мало. Ну, тут ничего не поделать, вода испаряется и акрил становится более твердым. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы с акрилом. Может быть, были еще какие-то вещи, которые не получались? Что вам мешало для того, чтобы построить правильную, грамотную работу с акрилом? Я читаю все комментарии и будет очень интересно узнать, какие у вас отношения с акрилом. Сейчас я вам расскажу три лайфхака, как удобнее и приятнее всего работать с акрилом. Первое – это две емкости с водой. Как ни странно, да, акрил, он очень зависит от воды. Для чего нам две баночки? В одной вы можете полностью мыть кисточки, чтобы их очищать, а во второй вы просто смачиваете немножко кисть, чтобы сделать акрил более таким тягучим, более пластичным. И так не нужно часто ходить и менять воду. Второе – это защитная одежда. Чтобы мы не заляпались, особенно во время активного творчества, если краска будет лететь во все стороны, нужно себя защищать. Вы можете использовать фартук для рисования, а можно использовать обычный халат. Я помню, когда мы учились в художественной школе, у нас было много рисунка, живописи, композиции среди основных предметов. Мы спускались на обед, и все были из класса рисования в халатах, кто-то в белых, кто-то в черных, кто-то в синих. Как будто мы врачи все, но в грязных халатах. Было очень прикольно. Но зато вся одежда, которая под халатом, была чистая. В общем, любую одежду, которую вы не боитесь запачкать, используйте для работы с акриловыми красками. Третье, это акрил по цене, по качеству, какой нам выбрать. И я для себя выяснила один очень важный момент. Если не хочется покупать акрил очень дорогого бренда, но хочется, чтобы краска была качественная, вы можете взять пару тюбиков основных цветов акрила подороже. Например, у меня есть белая краска акриловая. Она хорошая, она кроющая, она качественная. И я домешиваю эту белую краску вместе с другими цветами. Например, синим, если мне нужно какой-то оттенок синего-голубого сделать. И за счет пигментированных свойств вот этой хорошей краски дорогой, которую вы взяли, другие, более дешевые, они будут выглядеть уже лучше, плотнее. А в чем разница, да, вот так можно спросить, акрил дорогой или дешевый, почему взять именно лучше определенный? Самые недорогие по цене акрилы, они очень блестящие и очень непигментированные. Акрилы, которые подороже, они имеют такой, скорее, сатиновый блеск, не такой яркий, глянцевый. И там больше пигмента, больше краски, поэтому цена идет выше. Но объединяя одно и другое, можно красиво работать и даже сэкономить. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик и до встречи в новых видео!